привет привет а представься пожалуйста из какого ты города как тебя зовут и почему ты решила приехать на ретрит светланы лавровой я из москвы светлана увидела на канале пол старт и очень этим заинтересовалась пересмотреть пересмотрела все их видео ну и остальных участников кто был там и в тот момент когда я вот смотрела все эти видео было был такой анонс что есть ретрит видела что он проходил на алтай хотела туда но не получилось то есть это еще получается полгода назад да 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 то есть и за полгода приняла решение что приедешь сюда в сочи я наверно одна из первых и дала заявку на этот ретрит давно наблюдаешь за деятельностью светланы два года а почему среди многих людей которые рассказывают про этот опыт к ней у тебя возникло доверие почему выбрала ее как мастера почувствовала какую-то такую искренность и очень доходчиво очень доходчиво все рассказывает и тот опыт который проходила я но я шла через очистку организм к этому всему я пришла через очистку первоначально был запрос поправить здоровье убрать там какие-то лишние килограммы через все это уже я поняла что дальше идет уже трансформация идет уже более глубинная трансформация даже и идет уже расширение и открытие себя самой с каким запросом приехала на ретрит к ней познать себя именно глубинно мои процессы проработать мои какие-то комплексы и страхи и найти какие новых новое знакомство новых людей кто в этой теме и побывать вот именно в поле этих людей ну и в поле светланы как тебе вообще со светланы вот в живую мы провели пять дней сочи там зале до на ретрите потом ты приехала на перезагрузку вот здесь четыре дня мы на красной поляне находимся очень комфортно очень расслаблено не принужденно не очень даже ожидание мои что будет такая скованность какая-то но на самом деле наоборот она еще больше ты еще больше расслабляешься в этом поле ты естественно ты такой какой то есть ты приехала на ретрит это вот пять дней сочи и не планировала на перезагрузку почему во время ретрита приняла решение что ты хочешь на вот перезагрузку хочешь присоединиться к этой программе он потому что поняла я увидела первое там два дня до и в течение вот этих первых двух даже трех на третий день по моему я приняла решение что я пойду дальше потому что это может за счет участников когда все перезнакомились уже уже я поняла что скованности нет пойду дальше то есть тебе было комфортно в доле тех людей которые собрались да очень часто люди задают вопрос что же будет на ретрите и вот ты теперь увидела что происходит на ретрите как бы ты могла это описать вот те пять дней которые мы провели в сочи в зале что там происходило через других участников или через их рассказы ты находишь в себе все то что говорят они то есть ты такой же как и все только со своими наверно чуть большими тараканами то есть для тебя были полезны вот эти групповые разборы очень-очень я поняла что переслушав я так скажу судьбы людей моя проблема вообще не проблема счастливый человек даме когда пришла уже на отдельную консультацию я говорю света мне даже я даже не знаю что задать потому что я поняла что у меня-то все хорошо то есть тебе надо было приехать на ретрит чтобы это понять что у тебя все хорошо на самом деле да я считала это каким-то такой вот моей таким таким блоком оказалось что это это просто у меня все в голове мой блок в голове но действительно приехали люди очень такие интересные судьбы действительно интересные можно снимать фильмы просто можно просто фильмы снимать по этим судьбам и действительно все такие подготовленные были к трансформациям то есть на первый день уже все свои ситуации люди вскрыли открыли и были готовы их прорабатывать. Это, конечно, большая ценность для своих личных проработок. А как бы ты описала отличия программы на ретрите, вот эти первые пять дней, и перезагрузка? Разные ли это программы? Как они между собой перекликаются? Вот что бы ты могла про это рассказать? Они разные, но в то же время у них одна такая ветка, где там мы знакомимся в общем все. Но может кто посмелее, тот быстрее идет на открытие. А тот, у кого вот эти вот свои комплексы, закрытость, то они прорабатываются здесь глубже намного. Потому что меньше коллектив. Уже, да, меньше группы мы приехали на поляну. Меньше группы, да, уже друг друга знаем, уже притерлись, уже где-то там по парочкам разбились даже. И более раскрыто, распованно себя чувствуешь. Ты смотрела на Светлану как на мастера вот эти девять дней. Какие бы ее качества ты отметила как наиболее привлекательные для тебя, для твоих личных трансформаций? Я поняла, что она вот в жизни, она настолько скромна. Когда смотришь это все в видео, это кажется, она такая прям психолог-психолог. А в жизни обычный человек. Обычный человек, очень заботливая мама. Очень внимательная ко всем. Без исключения. Любой вопрос. На занятиях или же вне занятий. Всегда получишь ответ. То есть ты прочувствовала ее отзывчивость? Да. Тебе важно было это прочувствовать? Да. Нету короны. Нету короны, нет короны. Скажи, а если, например, приезжать только на перезагрузку или только на ретрит? Ну, в общем, как-то прокомментируй. Я хотела бы раскрыть вот разницу между этими двумя программами через твои впечатления. Ну, я же за себя говорю. Да. Для меня очень важно почувствовать вот эту, как я не знаю, энергетику группы, да? Угу. Люди приезжают разные, с разным уровнем. Так. И вот если ты попадаешь в это поле, да, интересно, не интересно, даже это не то слово, не интересно, а именно, ну, сможешь ты раскрыться или не сможешь? Для меня было очень важно уже здесь раскрытие себя, когда было погружение. У меня это было первый раз. Ты имеешь в виду регресс? Регресс. Ой, расскажи, пожалуйста, про эту практику, как она для тебя прошла? Это практика, которую мы делали только на Красной Поляне, только на перезагрузке, то есть это уже такая глубокая была проработка. Потому что я новичок в этом во всем, для меня это было первый раз. Я такая, мне казалось, что я вообще такая деревянная со всех сторон, несгибаемая, там что-то почувствовать или что-то увидеть, какую-то картинку. Но меня так пробрало. Я прям увидела кино, кино, и для меня очень страшное кино. Так глубоко я зашла, что у меня, я до сих пор под впечатлением. Я даже пошла вчера гулять, я не хочу остаться одна, я не хочу вот это пережить опять. Мне прям до слез. Я домой приеду уже, успокоюсь, я все это проанализирую. То есть ты зашла в какие-то такие глубинные свои моменты, ты пока еще не знаешь, что с ними делать. Да, да. Поэтому я даже не хочу оставаться одна. Я пока, пока пойдем туда, пойдем сюда с кем-нибудь. Ну на самом деле это нормально, потому что Светлана говорит, что в течение некоторого времени после ретрита, месяц-два происходит распаковка. То есть мы все, что здесь вскрыли, раскладываем по полочкам и можем с этими новыми осознаниями свыкнуться. Интегрировать их в свое обычное бытовое состояние сознания. Это надо пережить, разложить, все, в общем, провести анализ полный. Как для тебя прошли медитации, практики с бубном? Расскажи. Бубен это тоже для меня первый раз новая. И вот эта вот сила, сила волны ударной. Вибрация? Вибрация, она проходит по всему телу и все тело вибрирует. Это очень мощно. Очень мощно. Сначала все это медленно, медленно, в одних красках. Потом сильнее усиливается. А потом такое чувство, что просто брызги летят. Ну вот кроме того, что ты сделала вывод, что ты счастливый, оказывается, человек, послушав историю других людей. Какие еще инсайты? Какие ценные откровения здесь получила? Что с тобой домой увезешь? Увезу то, что я не остановлюсь, иду дальше. Обратного пути нет. Даже нейрографика, она тоже для меня первая это все, первый раз. Ты имеешь в виду, когда ты сама рисовала рисунки, которые Светлана разбирает, что я там красила то, какие карандаши были, теми же раскрашивала. Но оказалось, это все можно прочитать. Очень глубоко, да? Это все можно проработать. Что-то, да, есть прям то, что есть. Но то, чего я не знала, для меня открыли. Меня открыли, меня же саму. Вот так. Ты сама для себя открылась снова. Да. То есть произошло то, что на самом деле Светлана и анонсирует, что... Да, я могу. Я себя сама нашла. Туда мне двигаться, в каком направлении, какой вектор взять. Светочка, дорогая, я всем, кто стоит перед этой камерой, предлагаю из сегодняшнего дня, из сегодняшнего твоего состояния послать послание самой себе, той, которая посмотрит это видео через какое-то время, там, случайно, на канале Светланы. Что бы ты хотела сама себе напутствовать и отправить вот туда, в тот день, когда ты посмотришь это видео? Самое главное не останавливаться, идти дальше, несмотря ни на какие препятствия. А что значит не останавливаться? Для тебя вот это конкретно было бы, чем выражено, да. То есть можно вернуться обратно, два шага назад. Возможно такое, ты делаешь два шага назад, но потом четыре вперед. Но лучше не возвращаться назад. Лучше переждать в этом же моменте и идти дальше. То есть еще больше, глубже разбираться в себе. Конечно, нужен мастер, когда у тебя есть какие-то затыки, нужен мастер, чтобы тебя направил. Иногда нужно какое-то даже одно единственное ключевое слово, чтобы сдвинуться вперед. Вот это и есть для меня не останавливаться. Среда единомышленников и мастера – это действительно важная составляющая нашего процесса. А что бы ты могла пожелать людям, которые так же, как и ты, возможно, следят за каналом Светланы, за ее деятельностью? И они думают, стоит ли им ехать на ретрит или нет. Стоит ехать или нет – это можно только попробовав. Пока вы не побудете здесь, вы не узнаете. Это надо сделать хотя бы один раз, а потом вы уже примете для себя решение. Стоит вам дальше бывать здесь. Не здесь, а вообще у Светланы или еще у какого-то другого мастера. Слушай, ну вот если взять за 100% полезность, вот на сколько процентов, объем вложенных ресурсов, временных, других ресурсов, насколько он оказался полезен? Вот то, что ты приехала и это время потратила здесь. Для меня 100%. Для тебя 100%. Да, мне понравилось вообще все. И ретрит, и сама локация, и само… То, как правильно назвать, Галя, скажи. Что, что? Что ты для нас подготовила. Ты имеешь в виду вообще, что вот вся программа как наша организована? Да, да, вся организация. Ты имеешь в виду, что вот мы и куда-то ходили, смотрели природу, места, там вот это бани шикарные, все-все-все? Да, оно все вместе, оно работает в комплексе. Ну да, я вот прокомментирую, что на перезагрузке у нас есть время как раз для таких мероприятий, как трекинг в горы, какие-то походы в те места, где мы бываем, чтобы с ними соприкоснуться, потому что во время ретрита мы практически все время в зале. А именно на перезагрузке мы уделяем время соединению с тем местом и пространством, где мы есть. Баня в горах, вода, чего стоит одна вода, вот эта горная. Вода потрясающая. Очень здорово, что это происходит в завершении всей программы. Пешая прогулка. Прогулка. Дальмены, мы ходили на дальмены, смотрели, лабиринты, миста сила. Организация на просто высшем уровне. То есть для тебя это было достаточно и гармонично, да? Да, да. Без всяких каких-то напрягов, все это очень плавно, все это просто высший пилотаж. Я благодарю тебя за этот отзыв. Очень приятно было от тебя все услышать, как это было для тебя, твоими глазами. Я надеюсь, мы будем видеться на следующих наших программах и мероприятиях. Я надеюсь, что я еще приеду. Которые будут на Кавказе. На Кавказе, да? Ты хочешь на Архиз? Здорово. Это отличный выбор. Продолжение следует.